АЛЮСИ Тренировки по-прежнему оставались разноплановыми. АЛЮСЯ уделяла достаточное внимание жиму, приседу и другим атлетическим движениям, не стеснялась выполнять кардио и даже заходить в бассейн. Все это позволяло ей развиваться гармонично и всесторонне, не зацикливаться только на армрестлинге. Отдельно следует выделить выдающиеся результаты девочки в жиме. Рекорд Украины в 80 килограммов, установленный ей осенью, был неплохо улучшен и в конце зимы АЛЮСЯ уже могла без проблем одолеть данный вес на целых 4 повторения. Чемпионат области АЛЮСЯ также прошла без особых сложностей. Она не только успешно опробовала на соперницах новую технику борьбы, но также и получила первый опыт судейства. По итогам ей предстояло представлять город и область на чемпионате Украины. Ну что, ты рассказывай, как выдели вас. Отлично. Я влезла в категорию 69-200. Перегнала на килограмм 300. Что, пацаны, наша цель была АЛЮСЯ запихнуть в категорию до 70 килограмм. Потому что по конъюнктуре участников она была более благоприятная. Назовем это так, да и вес АЛЮСЯ был где-то 73, выступать 70+. 76 было. Ну 76 это сумма. 73 был в начале сгонки, ну что ты начинаешь. Ты поехала в Терновку, там пошлялась по учебе, там попила. Нет, я уже взвешивала. Я приехала в 74, потом поела и было 76. Ну короче, в этом районе, да. В итоге наша АЛЮСЯ была приятно, заняла категорию до 70. И будет выступать в каких номинациях? Взрослые и юниоры. Совершенно верно, взрослые и юниоры. В случае успешного первого места по взрослым, она автоматически отбирается на участие в международных стартах, а именно чемпионате Европы и чемпионате мира. Учитывая, что количество участников там не такое большое, там по 5-6 человек. Мастера ей все-таки не дадут за первое место, но КМСу точно она сегодня, я хочу сказать. На этих соревнованиях она точно выполнена. Да? Да. А сейчас АЛЮСЯ у нас отведается после взвешивания. Два часа у нас времени, а в 14.30 у нас планируется что? Семинар судейский. Судейский семинар, где мне и Алюсе будут присвоены звания судьи национальной категории, скорее всего. Ну, мы еще не знаем. Если мы не будем полными даунами, не будем, скажем, не проявиваться украйней некомпетентной собраться судейства. Мне кажется, ты там самый умный будешь. Да ну ладно, что с вами. Там и блин. Весь цвет рефери с Украины, поэтому даже не знаю. Что, а завтра у Алюсе выступление на левую руку? Я уже запуталась, где мне на левую, на юниорах. Регламент крайне неопределен. Короче, ей нужно будет выступать дважды. На левую руку по юниорам, на левую руку по взрослым. И на правую руку по юниорам и по взрослым. Да? Да. Пожелайте нам удачи. Завтра выступает. Короче, он умничается. Почему, короче, он со спины снимает? Вот. Ну и... Я ставлю на то, что будет два передместа. И на левую руку, и на правую венеорах, и на левую, и на правую руку по взрослым. Ну а там посмотрим. А мне осталось только это сделать. Да? Очень просто. Ну что, так как настроение перед взрослым и левым? Я не знаю. Не знаю? Я боюсь. Ну что, а у Алюсе одна сильная соперница по киуэйм СМК Деменко и Алина, да? Больше никого у нее сильного нет. Поэтому я думаю, что... Дима так думает. Успешно выйдет в финал. И на этом интерьер закончится. А финалы будут в 6 часов. Это мудроцкая система, когда финалы отъемы отцепят. Спасибо, что они не в конце соревнований. Как бы, изначально заявлено положение, да. Вот. Это пол соревнований. Сейчас я вам покажу само место. Надо быть аккуратным. Ничего не на самом месте. Через 2 холины за першим столбик будет цепень, но они поедут на категорию 60 кг. 3,7 кг. Все отлично. Пошли на ракушечнику. Ну и вот та вот, они за собой, я себя на шагу за ручку. Стоп! Соло запрошается. Переможец спеша у соло. Стоп! Хорош! Просто вынос, просто отвал колпакал. Мне судя говорит, типа, локоть на центр ближе. Еще. Ну чуть-чуть видимо, миллиметр, отдай и выше. Молодец, что-то говорит. Молодец, хорошо. Все, сейчас пошли, дойдем туда еще дальше. Вот эти все, они вообще никакие. Просто выносишь, просто под ноль, понимаешь? Я сейчас одна соперница в категории, ты ее знаешь. Да, я ходим метро. Что, Оленивич, как вам? Супер. Супер, выносит. Старт хорошо. Старт. Другой стил, Лехман, да я наладил. Ты что? Ты что, поражение? Поражение. У меня рука шуткая, реально. У меня рука шуткая, реально. Туницкая, Вулецкая, Юлия. Готовится за ком. Ну что, ты умница, все, четко, четко, выносишься. Лиля, вы смотрели, нормально? Нет. Саня, Дэнон Колина. Что? Модзуете, англичан на седник. Англичан на седник. Попает, устраивает. Втащила все. Да, ну пока тащи. Только Деменко отдала. Сука, Елен? Сеннадцатый. Ну что, рама хорошая. Рама зачетная. Миши, давай. Сколько Аричо? Дай. Радистю, ворота за вихід у пивфинал. Гречана Вероника Седникалина. Миши, давай, перед Rein Buck bola. Гра». Гра. 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 Движение просто нераскрыто, движение класс! Ей подсобранник, давай! Не борись за центр, а давай ею! Пусть рефери выставляет! Го! Го! Молодец! Поймала, поймала! Поймала! Всё нормально! Всё подконтрольно! В этом уже была Ирина Деменко, болтавская власть! Ну что, ты как? Я красивая Новоруга! Красивая Новоруга? Что скажешь? Печально, конечно! Я не люблю проигрывать, но пришлось! Не, ну я очень довольна по-взрослому вторая! Ну что, на другом, что ты покажешь по юниору? Чуть-чуть! Ну, не так сильно, как в тот раз! В тот раз вообще было капец! Ну что, ты расскажи, как ты сейчас чувствуешь? Я боюсь! Чуть болит! Болит! Будем бороться через... Будем бороться через... Будем бороться через бой! Чёрт делай! Либо рука попаливает... Да! 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 Рефери локат с подушкой! Легкая победа, но рука побаливает, видно, что сложно держать вверх. Главное сейчас проснуться, главное сейчас настроиться, и все будет нормально. Конечно, два дня подряд бороться на одну и ту же руку, это, конечно, выбор. Ну, ее руку тоже. Настроилась, давай, работай! Третий стиль – Володимирец Павло, Попадюк Максиму. Готується ловач для Деберя. Давай, давай, крути, крути, плече вставляй! Держи за два, не отпускай ее, держи за два! Городина, зачем вставлять? Держи за два, не отпускай ее, держи за два, не отпускай ее, держи за два! Держи за два, не отпускай ее, держи за два, не отпускай ее, держи за два, не отпускай ее. Третий стиль – Попадюк Максим, Деннеберя Андрій. Готуються Олиний, Хроник. Четвертий стиль – Тарасов Ярослав, Немежинський В'ячеслав. Пойди на курору. Готов, ра? Обтягивайся Вероника! Лапя! Круче, круче, круче! Еще! Еще круче, давай, давай, давай про нас, давай, еще крути! Локоть внимательно! Локоть! Алёша, просто просто держи работы! Нормально! Держи! Держи! Еще! Хорошо! Плечом! Хорошо держи! Просто держи! Отлично! Молодец! Стоп! Вероника, окажись, подойдите протест! Сейчас мы не протест будем подавать. Ничего, ничего, ничего! Проходи, проходи, проходи! Соль! Пускай голову не отворачивают, когда борются. Ей сложно бороться так. Отворачивают голову, ей сложно вставить. Это может быть травмопастное положение. Может тебе это где-то холост. Голову не отдачи туда, понимаешь? Просто смотри на захват. Отойди чуть-чуть, отойди. Они сейчас подают протест. Все нормально, ничего страшного. Сейчас на старте просто расслабься, пожалуйста. Не борись вообще ни до что. Главное, думай о чем? О плечах и расслабься. Ты проебуешь старт хронически. Из-за этого ты спиваешь, понимаешь? Ты не успеваешь вообще хрупку какую-нибудь сделать. Просто расслабься. Нет? Нет. Все. Все, мы в финале. Сейчас посмотрим на протест. Что они там придумают? Отбранил? Отбранил. Отбранил. Ну все, ты в финале. Нормально. На толку, блядь. Что толку? Ты в финале Зричавный. Нормально. Выиграешь, затащишь. Ничего, не сдаешься. Молодец. Все, она свободна. Не свободна. Но мне через час еще правое. Не все, можно. Да, да, да. Работай, включайся, давай. Включайся. Хорошо, все, она твоя. Молодец. Так и работай, нормально. Так и работай. Включайся. Включайся. Продолжаем! Просто держи! Молодец! Всё! Просто держи! Всегда работает, пацаны! Перемогу здобуває Ситник Аліна, Дніпропетровська область. Молодець! Достає чемпіонкою цієї ваговій категорії. Ціна ваговій категорії 65 кг юніори. Ну що, доволі? Козловський Остап, Ольгівська область. Ну, блин! Проспала наглухо втору борьбу. Перву таку хорошую, а втору прям проспала наглухо. Ну, ти че? Ну, все. Шоруха, жива? Потріщала. Потріщала? Ну, підтріжала. Молодець, Молодець! Перетерпи, Молодець! Проверила боротьба, Молодець! Ну, да, ну, да. Ну, конечно, можна було б лучше, якщо б ти хочуть чуть-чуть стартанула. Да, ну, блин, я пыталась. Я два разу дергалась. Нічого мені не сказали, але... Надо було б лучше дергаться. Я ж не знаю, якщо ти дергаєшся, ти добиваєшся до конца. Зашо? Предупреждений. За те, що она натягивает, а я не можу лопати к себе. Так ти скажи, она натягивает. І так, соревнования в первый день велись на левую руку по взрослым. Где у Алюсе была одна сильная соперница, МСМК Лина Деменко. И ей было принято решение отдать руку, чтобы экономить силы на второй день. Где тоже на левую Алюсе предстояло бороться по юніорам. И расчет оправдался. Спортсменка уверенно выиграла всех соперниц, кроме Деменко. Чем обеспечила себе второе место. На следующий день на уставшую левую руку Алюсе предстояло бороться уже по юніорам. В первых двух поединках она без труда одерживает победу. А вот со спортсменкой из Полтавы получились довольно существенные трудности. В начале поединка, находясь в центральной линии, Алюсе не смогла реализовать свое движение и потеряла кисть. В данной ситуации она пытается занять защитное положение и вывернуть сопернице пронацию, что у нее, увы, не получается. Остается вариант лишь держать. Но когда у нашей атлетки раскрывается замок и разжимаются пальцы, становится понятно, что поединок проигрышный. Тем не менее, боковой судья не спешит давать Алюсе поражение и объявляет фол. Как позже выяснится, фол был назначен за пересечение плечом средней линии стола. Это стечение благоприятное, так как есть шанс все же закончить поединок победой. В рамках повторной борьбы Алюсе из-за утомления уже не может стартовать и сразу оказывается с пробитой кистью. Активно обороняясь, она выходит из опасного положения и, несмотря на проигрыш кисти, дает достойный натиск сопернице. В итоге атлетка из Полтавы получает фол за сход локтя с подлокотника. В описанной ситуации обе спортсменки имеют по фолу и следующая борьба уже однозначно поставит точку в их противостоянии. Как видим, соперницы уже активно не стартуют, но Алюсе снова теряет кисть. Однако занимает защитное положение, она старается держать и изредка пытается расшатывать свою соперницу. И удача внезапно улыбается ей. Получив второй сход локтя, спортсменка из Полтавы получает фол, а значит Алюсе может и здесь праздновать победу. В финале Алюсе еще предстоит бороться со спортсменкой из Ровно. Несмотря на сильное утомление и боль в руке, она собирается и довольно успешно начинает бороться. Спортсменка из Ровно получает фол за сход локтя с подлокотника. Но во время второй борьбы наша спортсменка полностью проигрывает старт и положение ее не завидно. Снова выбитая кисть и малые надежды на успех. Однако спортсменка из Ровно в погоне за легкой добычей напрочь забывает про контроль локтя. Как следствие, внимательный судья замечает второй сход локтя и вновь отдает победу Алюсе. В итоге золотая медаль по юниорам переходит нашей спортсменке. Какие твои впечатления? Я думала, что нас завязки свяжут. И они такими джевались. Я думала, что это не завязки, это не завязки. Потому что я никогда в первых завязках не работала. А во-вторых, она бы меня просто выбила и я бы так же держала. Насколько хорошая была первая борьба и насколько кривая была вторая борьба? Ну, потому что ты на первую настраиваешься, а там ты не успел отойти уже вторая. Я говорю на кого, ну, типа, потому что она прямо вот так. Ну, мне не нравится, ничего. Третий стил. Сидмика Ліна, демонка Ліна. Готується кричана в боржу. Давай проснись, сделай это мощно. Давай, просыпайся. Иди пикни. У меня фальсартануть. Что? Фальсартануть. Ну, вот и отлично. Ладно, давай давай парши. Позвольте, Панова. Наш президент федерации доволен. Ну, что, посмотрим, что будет дальше. Ну, что, посмотрим, что будет дальше. Ну, понятно, что. Делай все то же самое. То же самое. Еще будет ништя. Сейчас дам соль. Реферий центр. Центр еще. Вот так. Все. Все. Соберись лучше. Вот так. Держи в этом положении. Не пускай. Держи. Плечо закручивай сильнее. Просто вставляй плечо. Не фали. Аккуратно локоть. Внимательно. Вот так. Все. Главное слушать тренера. В финале категории 70 кг. В финале я тебя поздравляю. Молодец. Четко. Руничка. Первый раз, короче. Беру и на себя тяну. У нее локоть отрываются. Молодец. Все. Два вторых места есть. На взрослых. Теперь осталось не лохануться по юниорам. Что твоя правая? Живая? Да, да. Не болит? Ничего? Она забилась. Забилась то такое. Завтра будешь нормально. Что, Леонидович? Нормально? Годится? Ничего страшного. Один финал она отдаст, второй поборется. Домой кушать. Погнали. Так, значит, по итогу у нас первое место в юниорах на левую руку. Второе место по взрослым на левую руку. Второе место по взрослым тоже на правую руку. Сейчас мы отдадим Деменко и завтра решится судьба правой руки. По юниорам. И мы хотим домой наконец-то. Не ездите никогда в голове. Тут в отелях в кровати просто дизлайки ставлю. Лучше спите дома. Никуда не ездите. Баткин Олейников. Баткин Олейников. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 чуть-чуть это в принципе бывает не очень хорошо но не нормально мне понравилось только то что я мандражирую как блин я не знаю кто потому что психика моя такая не знаю как ты можешь объяснить то что тебя пару раз убивали кисти оказывалось верно пророчное положение и чудом и действительно избегала вот по поражению потому что я сплю вообще спишь ну я не знаю я второй номер первое выигрываю на пьедестале стою а вторым номером работ что ты скажешь того что дальше делаем на европу мы едем на мире тоже не хочу чтобы ехать на европу мир надо пацаны быть на голову сильнее чем все остальные участницы можно ехать на мир по юниорам нас плевали ехать на мир по юниорам но в принципе это такая дурная задача потому что на мир по юниорам не мы сумка не присвоить не просто поездить просто покататься до мир по взрослому штука котируется вот мир по юниорам поэтому скажешь кстати да скажешь что я бы могла мастера сделать из меня в категории на украине было больше больше людей из больших большего количества областей так тебе таком я соблю подавать наш короче что ты скажешь по поводу тех кто пишет за химичное заряжение они лежат на диванах просто и куда лежат и комментируют пацаны на украине допинг-контроль польский какой-то там непонятный новый контроль поэтому на кубке когда она выступала в прошлый раз был допинг-контроль и вот здесь вот тоже буду поэтому увы ей когда нагоняла вес пришлось гонять его до без всего просто голодать и все расскажи как цыгонка кстати ну конечно сложновато не кушать вообще нормально килограмм 300 лишних скинул килограмм 300 до килограмм 300 я лишний 69 200 69 200 было надвешивание категория 170 допуск 500 грамм то есть она могла быть 70 500 я бы взяли в категорию вот чуть-чуть перегоняло было 76 чем-то это за пять дней ну ты слушай ты начали звонки уже было по 84 но это я когда приехала было 74 в школе там не в школе и там еще что-то что ты довольна нашей общей кооперацией да не знаю и без тебя я бы и потом закрылась номер и сказал и сказала бы не трогайте меня я уеду просто не знаю мне очень страшно у меня просто сердце бьется я не знаю чем не делать тут выходить на сцену тут и не знаешь что делать еще как мое присутствие тебе отвечать задачу конечно а хватит там проживать шо ты блин шо шо а ссыкуешь и очкуй я же говорю шо я больше очкушиться он лохать ну шо пацаны дальше шо делаем дальше я думаю будем продолжать двигаться в сторону арбрестлинга ну и в любом случае забрасывать мы не будем я ставлю передачу простую на кубке украины надо и разобрать наглухо прям разобрать наглухо и юниоров и молодежь и возрастную открытую улику только в этот раз надо готовиться четко под категорию потому что да четко под категорию потому что в категории 70 плюс явно не ее ну 70 вот 70 да у 70 твоя категория хорошая потому что и и на кубке вроде по-моему было 70 или 60 ну короче 70 точно должна быть все значит у меня на камере уже мигает что осталось мало времени на весь язык попрощайся со всеми пока увидимся пацаны до новых встреч пока пока